Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынка компании Техмилы, с вами я, Артур Идиатуль. Обвал фондового рынка, растущая напряженность в торговле с Китаем, низкие прогнозы роста от МВФ и даже вербальные допадки Трампа не смогут установить безумный Федрезерв о дальнейшем повышении ставок. И тому есть серьезная причина – это развитие экономики пока что в соответствии с прогнозами регулятора. Вчерашние данные по потребительской инфляции в США показали замедление темпа роста цен с 2,4% до 2,3%, что немного не оправдало ожидания рынка. Но тем не менее инфляция остается около целевого уровня в 2%, эффективно сдерживается в пределах цели. В то же время отсутствие признаков инфляционного давления сопровождается рекордно низкой безработицы, что позволяет сдерживать инфляционное ожидание потребителей около долгосрочного равновесия. Все исторические периоды высокой занятости обычно сопровождались выходом инфляции из-под контроля, что обычно приводило к рецессии. Вот здесь можно видеть динамику инфляции за последние 50 лет и видно, что каждой из рецессий ей предшествовал некоторый рост инфляции, то есть выход инфляции из-под контроля. Сейчас инфляция также начинает расти и учитывая, что исторически мы наблюдаем снижение целевого уровня инфляции, то Федорезерв естественно принимает здесь меры для того, чтобы как-то ограничить возможное превышение инфляции целевого уровня, где контроль над ней будет потерян. О том, что экономика находится в исторически редких условиях, говорил глава ФРС Пауэлл в своем последнем выступлении, который является ядром агрессивных планов регулятора по ужесточению политики. Маловероятно, что ФРС изменил позицию за последние 48 часов всего лишь на основании отката биржевого рынка на 7%, удручающих прогнозов МВФ и недовольства стороны Трампа, который назвал действия ФРС безумными. Любопытно, что рынок также не считает, что ФРС откажется от своих планов. Несмотря на коррекцию на фондовом рынке, вероятность декабрьского повышения ставки согласно фьючерсному рынку, вот здесь можно видеть данные, вероятность декабрьского повышения у нас сейчас составляет 78,1%, на прошлой неделе она составляла 76,9%, то есть вероятность даже увеличилась. Последовательное повышение ставки до 3% или выше в следующем году, возможно, не позволит экономике расти впечатляющими темпами, но возьмет под контроль инфляцию, которая лидирует в списке тревожных сигналов перед кризисом. Накануне рецессии 2008 года ее уровень составлял около 6%, в предыдущие периоды кризисов ее уровень также был достаточно высок. Сейчас, когда стоит выбор между поддержанием экспансии более медленной, но продолжительной, или впечатляющей, но короткой, Пауэлл не допустит ошибок своих предшественников и будет ликвидировать признаки перегрева уже сейчас. Одним из них был, конечно же, фондовый рынок, где бесперебойный приток покупателей ставил под большой вопрос рациональность этого подъема. Однако никто не ждал, что ФРС зарежет эту священную корову таким грубым способом. В администрации президента не все одинаково недовольны действиями ФРС, не все считают ФРС безумным. Ларри Кудло, советник Трампа по экономической политике, давая оценку критики президента по поводу замечаний Пауэлла, заявил, что Центральный банк придерживается цели и возможность повышения ставок является признаком экономической устойчивости, что должно быть воспринято с позитивом, а не с беспокойством. Занятость США охватила население до невиданного уровня за последние 50 лет. В сентябре безработица сократилась до 3,7%, как показал нам сентябрьский отчет ПРО. Зарплаты выросли на 2,8% в годовом выражении. Уровень инфляции сейчас, который находится на уровне 2,3%, означает, что рост доходов, реальных доходов населения, ускорился, что должно придать потреблению дополнительный импульс. Коррекция на фондовом рынке также привела к развороту приводоходности, которая принимала у нас тревожные формы из-за расхождения взглядов инвесторов и ФРС относительно темпов повышения ставок. Часть инвесторов с фондового рынка у нас переметнулась на рынок облигаций, в краткосрочные облигации казначейства, поэтому спред вновь начал расти. Как можно видеть, примерно начиная с середины сентября спред стабилизировался, затем снова перешел в рост. Этот тренд был усилен также по коррекции, которая произошла на этой неделе. И краткосрочная стоимость заимствования таким образом начала меняться в более благоприятную сторону, что должно позитивно отражаться на решениях по инвестициям. Каким-то коротким инвестициям. Единственной причиной беспокойства остается эффект благосостояния, который отрицательно сказывается на доходах домохозяйств в случае падения фондового рынка. Так как происходит, по сути, обесценение их активов. Соответственно, продолжительный медвежий рынок по акции может подавить потребительский оптимизм и предпринимательскую уверенность, рискуя перевести фирмы и домохозяйства в такой режим экономии. Основные фондовые индексы США у нас закрылись в четверг в минусе. Вот можно видеть, что по S&P 500 у нас наблюдалось снижение. Он у нас закрылся в минусе на 2%. То же самое наблюдалось и по промышленному индексу, который потерял 2%. И по технологическому индексу. Все они у нас закрылись в минусе. S&P 500. Вот его можно отметить, что он у нас пробил 200-дневную скользящую среднюю. Здесь, правда, это не видно. Он пробил 200-дневную скользящую среднюю. И что, конечно же, ставит текущую ситуацию в ранг риска чуть выше, чем ситуация в феврале. Но данное снижение сейчас не является чем-то экстраординарным. Так как история, если взглянуть на история, она полна откатов на 5% во время фазы подъема экономики. Сегодня намечен выход данных по экспортным и импортным ценам в США, а также потребительской уверенности от университета Мичиган. На фондовом рынке, скорее всего, будет происходить фиксация прибыли, что должен поддержать позитивный исход данных, который, скорее всего, окажется таковым. Я придерживаюсь точки зрения, что рынок готовится к новогоднему ралли, так как, по сути, инициированный ФРС откат фондового рынка несколько отличается от снижения во время рецессии. Поэтому, если экономические данные продолжат давать сигналы об устойчивом росте американской экономики, то паника на рынке, скорее всего, будет непродолжительной. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник.